Обсудить предстоящее летом благоустройство дворам и текущие коммунальные вопросы к жителям микрорайона ПМК приехали депутат МОСУ Былдума Александр Легков и окружной парламентарий Константин Негурица. Первая на повестке – спортивная площадка. А летом в футбол играть? Это там щебенка, белые камни насыпанные. Это невозможная пыль, и все раны, они же падают. Так что нам пообещал депутат Легков, что все, денежки выделены, площадка будет новая для наших спортсменов. Здесь будет покрытие искусственное, будут баскетбольные кольца, будут ворота. Жители очень интересуются, когда выходят на благоустройство. Это где-то будет июнь, может чуть позднее, но нам администрация говорит, что не переживайте, мы все успеем, мы все сделаем. Но надо сейчас жителям проявить некоторую инициативу. Да, надо проявить инициативу, и самое главное, здесь сейчас им скажут, как нужно быстро и оперативно проголосовать на Доброделе. По сути, от этого сейчас будет зависеть дальнейший, даже касаемо нашей спортивной площадки, выход на благоустройство. Так что ждем сейчас, как жители проголосуют, начнется движение. Жители обещали оперативно проголосовать на портале Добродел. Территорию вокруг спортивной площадки приведут в порядок этим летом в рамках областной программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Заложены дорожки, пешеходная зона, вот за спортивной площадкой вдоль первого дома. И сюда, соответственно, выходы к детской площадке. Скажите, где будет елка посаженной, будет ли какие-то клубы, соединения или что-то хотя бы... Вот это, здесь елка должна быть. Елка здесь, вот центральная, центральная. У жителей дома номер 45 по Ярославскому шоссе вопрос по канализации. Представители управляющей компании водоканала тоже были на встрече. Сколько лет у нас уже канализация в подвале? Ну, наверное, с самого как дом построили. Затапливает постоянно. Да, постоянно канализация, сточные воды. Проблема основная – это то, что у нас идет коллектор со Скоропусковского. Он, к сожалению, на 100% изношен. КНС как-то не справляется. Оборудование, конечно, старое. На сегодняшний день мы вместе совместно с Советом депутатов написали письмо. Мы, значит, обратились за помощью. На сегодняшний день в городском округе 16 КНС в аварийном состоянии. 6 и 17 КНС в этом году до конца года будет сделаны полностью. От работы как раз 6 и 17 канализационно-насосных станций зависит благополучие дома номер 45 по Ярославскому шоссе. Еще одна тема для обсуждения – контейнерная площадка для сбора мусора. Экобоксы здесь явно не прижились. Проблема, когда жители говорят, нам не нравится контейнерная площадка, как она стоит, там проблема, как правило, не в этом. Проблема в том, как она содержится. Здесь просто, вот если мы здесь смотрим, здесь вроде как было принято правильное решение в части установки экобоксов. Экобоксов, но они на этой площадке были поставлены не вдоль, а поставлены буквой П, и, соответственно, было очень неудобно в них туда дальше проходить. Бросали все в первый экобокс, там просто стало неудобно. Здесь будет поставлена площадка с сеткой, с крышей, ну, как бы там внизу. Ну, обычная, достаточно обычная площадка, но будет сделано твердое основание, поставлены дополнительные контейнеры, еще два. Я думаю, что при нормальном обслуживании этот вопрос уйдет. Грядущим летом жители домов номер 1, 45, 12а по Ярославскому шоссе будут наблюдать комплексное благоустройство двора и ожидать улучшения мусорно-канализационной ситуации. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, программа «События».